Итак, я предлагаю поговорить о болевых кадровых точках в белорусских медиа. Мы провели небольшое внутреннее исследование вместе с Irving Group, а также на основе опыта пресс-клуба мы много работаем с медиа. И сегодня особенно приятно, что есть возможность пообщаться с теми медиа, которые не всегда имеют возможность переезжать на наши дискуссии в Минск. Поэтому это просто уникальная возможность для нас. И я на самом деле предлагаю нам начать с того, что мы определим вместе эти болевые кадровые точки в белорусских медиа. Итак, что мы имеем? Конечно, это вымывание недостаток кадров в медиа. Недостаточные компетенции в разных новых сферах. Ригидная структура редакции. Нет развития, в том числе и технического. Ну и не отстроены рабочие процессы. Не всегда есть понимание продукта как такового. И есть сложности с монетизацией. Какие есть идеи? Может быть, что-то конкретизировать и то, что есть в опыте? Я работаю в этой сфере на редакторских позициях где-то примерно лет 20. И большинство из этих болей, они очень актуальны для издания. Но они были актуальны не только сейчас, они были актуальны всегда. Например, вымывание недостаток кадров. У нас еще в начале 2000-х журналисты проходили у нас такую хорошую, неплохую школу в печатном журнале. И потом массово шли в пиар-агентства, в рекламные агентства копирайтерами и так далее. Мы когда-то своим печатным журналом испытали там, ну не поколение, конечно, не буду врать, но такую хорошую прослойку копирайтеров в минских рекламных агентствах. То, что теперь говорят, что из регионов вымываются кадры в Минск, а из минских медиа вымываются кадры в IT, да, к сожалению, это правда. По поводу низкой компетенции здесь тоже, да, есть вопросы. Не знаем, не стоит, наверное, углубляться в систему нашего журналистского образования в Беларуси. Но мы сталкиваемся в частности с тем, что она достаточно старая, устаревшая, ну, пользуется вообще устаревшим аппаратом. И более того, люди, которые приходят с журналистским образованием, например, на практике, они не всегда представляют, как работают наши медиа сейчас в принципе, и как даже в базах работает интернет, например, если про нас говорить. Про структуру редакции, да, но здесь важно понимать, что сейчас во всех, наверное, бизнесах идет такая трансформация. Нет таких лекал, чтобы вот у тебя вот такая должность, а у тебя вот, ты будешь этому причиняться, и у нас будет такая структура. Со структурой хотелось бы здесь, наверное, добавить то, что основная болевая точка, ну, не знаю, наверное, у всех, с кем мы общаемся, коллег по церкви, это то, что каждый кадр в медиа вынужден не по доброй воле, наверное, а может и по доброй, может кому-то это нравится, совмещать там три-четыре разных позиции в редакции. Заниматься и тем, что он швец, потом он жнец, а потом еще и на дуде, еще и при этом пританцовывать. К сожалению, это так. К сожалению, редактор может быть там на выходных, выпускающим редактором там новостях, а в будни заниматься спецпроектами, коммуницироваться с программистами, проектировать сетку, вырисовать там ворфрейм какого-нибудь нового сервиса. К сожалению, это есть. И с каждым днем все больше и больше. Плюс в этом то, что это хороший профессиональный вызов для каждого. И такая планка, ну, мотив развивается. Минусов, конечно, тоже очень много. То, что часто медийщиков не видят в семье дома, или видят по ночам, или по утрам с синими кругами под глазами. По поводу неотстроенных рабочих процессов, да, это тоже боль. Часто из-за того, что совмещаются функции в редакциях, люди не знают, кто конкретно в этом проекте чем занимается, кто за что отвечает. Часто даже такие есть серые зоны в изданиях, когда, например, у издания более или менее такой классической формы печатной газеты есть преб-сайт, но никто не знает, кто главный по сайту, кто главный по сайту. Потому что если ему сказать, что он главный, это значит, что его надо снимать с другой, очень ответственной, очень такой нужной работой, и кто-то следующий за ним должен заполнять этот контент, делать его работу. По поводу нет понимания продукта, да, здесь это вопрос о развитии. Мы все говорим, что медиа, как и многие, очень многие креативные индустрии сейчас, они должны бежать очень быстро, бежать просто, чтобы не остаться, не отстать от этого кожи. И поэтому я бы здесь к этому пункту добавил, что нет понимания развития. А к этому пункту, по поводу понимания развития, я бы добавил, что очень часто нет элементарного анализа ситуации. Работать с аналитикой, работать с аудиторией с целью узнать, что нужно сейчас, какой проект, продукт будет востребован, как этот продукт будет работать. И часто не хватает времени просто на то, чтобы собрать эту аналитику и запроектировать продукт. Ну и сложности с распространением контента, это очевидно, потому что сейчас очень сильно развиваются все площадки, соц. медиа, мессенджеры и так далее. И часто нам, как редакции, не хватает адекватных специалистов, знающих эти площадки, как на них работать, как доставать ту аудиторию, что им нам нужно. Мы предварительно обсуждали гипотезисы и пришли к единственному выводу, что вот это все то, что здесь происходит, это одним лишь словом объясняется, называется местечковость. То есть когда тебе говорят, приходи учись, даже бесплатно, не надо денег, ты не приходишь. Когда тебе звонят в редакцию и говорят, приходи учиться, ты говоришь, я не приду, я здесь одна. Но это связано, конечно, и с той фрустрацией, в которой сейчас находится медиа, которые вынуждены тянуть ежедневную рутину, параллельно самообучаться, развиваться, делать продукт и все остальное. И порой действительно это одна. Почему что-то не происходит? То есть кто-то не дает, государство не дает денег или что-то, или знаний каких-то нет. Пожалуйста, надо просто встать, сделать два шага в любую сторону, и все у вас будет. Это абсолютно никаких проблем. Спасибо. Сергей, спасибо за мотивационный спич. Мы будем говорить сейчас по блокам. Вы можете видеть, о чем конкретно, в какой очередности. Я предлагаю начать с того, что вот эта болевая точка про отстройку процессов работы в редакции, как ими управлять, как выстроить команду под проект, и о том, где обучать сотрудников. Первый вопрос, который нужно задать себе. А какая цель вообще существования моей компании? Я для чего и для кого? Ключевое. Тренды. Самое интересное. Первый тренд – это экспертиза. Нужно забыть о том образовании, которое было. В хорошем смысле имеется в виду то, что не почивать на лаврах, а продолжать развиваться. Сегодня технологически очень много чего меняется. Нужно знать практически много вещей. И нужно забыть про то, что у вас уже была какая-то очень додикейтная такая профессия, и вот смежная знать не обязательно. В IT-сфере это называется framework. Что это такое? Это такой системный взгляд на работу команды, и их существует множество. Там есть agile, есть scrum, есть win-startup и так далее. То есть это такие некие базовые блоки работы и меняющиеся. О чем речь идет? О том, что команда работает над проектом. В этом проекте такая-то роль, в другом проекте такая-то роль. И есть IT, обычные, скажем, оболочки для организации работы, как старые добрые цели, Google Диск, где можно делиться информацией, Telegram канал, чтобы работать, общаться с командой. И самые простейшие элементарные автоматизационные такие вот вещи, чтобы настроить работу команды. То есть у меня, например, когда мы делали тоже проект TEDxNemiga, и сделали тоже там 50 тысяч охват был, у меня не было бюджета вообще, и были непрофессионалы, то есть те, кто хотел просто участвовать в работе с продвижением. Что, как случился успех? Первое, мы четко распределили задачи. То есть ты генеральный директор Инстаграма, ты генеральный директор Телеграма, ты сайты и так далее. Тем не менее, есть общая стратегия, есть цель, и каждый приходил со своими идеями, каждый сам прорабатывал свой план работ, и просто говорил о результатах, и что нужно мы взаимодействовать с командой. Плюс был общий чат. Не нужно было постоянно кого-то дергать, мы писали только те вопросы, которые надо было обсуждать, периодически мы встречали, скажем так. Поэтому надо знать уже современные инструменты, без них никуда, их никто не обязан никого обучать. Или вы сегодня специалист, или нет. Мало того, я пугаю свои стартапы, или проекты, с которыми работаю, и хочу напугать в хорошем смысле вас. Подрастает молодое поколение, этим детям сегодня 17 лет. Эти дети сегодня открывают свой бизнес, они оформляют ИП, оформляют компании, они проводят конференции. У них сегодня на этой конференции присутствует спикера, которому можно позавидовать вообще в принципе. Поэтому, если вы еще думаете, учиться вам или нет, может так сложиться, что эти дети скоро будут нанимать нас на работу. Вот. Поэтому сегодня они защищают бизнес-план, за 3 минуты на сцене. Сегодня они создают потрясающий проект, общаются со СМИ, выстраивают нетворкинг, и они не спрашивают, почему у меня вот эта проблема или эта проблема. Они берут просто и делают. Еще один пункт хочу сказать по поводу нехватки кадров. Ну, знаете, у меня как-то в жизни такой ситуации не было. Я в бизнесе больше 16 лет. Сейчас тоже работаю над IT-проектами и являюсь советником по развитию бизнеса компании «Интетикс». Это IT-компания. Так вот, суть в чем? Есть вот в воспитании такое название «авторитетное управление». Если вы хотите, чтобы с вами работали эксперты, крутые, покажите пример, покажите, как вы создаете контент, как работаете вы, что умеете вы, как работать, например, с крутым заказчиком, провести классную конференцию. И с вами начнут зажигаться маленькие звездочки. И неважно, умеет он сегодня что-то или нет. Это может быть студент. Но если у него мотивация на развитие, на делать что-то хорошо, отдайте ему какое-то направление, и он может дать вообще какой-то новый взгляд, новый вид и так далее. Я скажу так, поскольку я очень работаю с бизнесом международным, я всегда задаю себе вопрос. А в какие бы СМИ я сегодня обратилась? В публикации какой-то или зачем-то? И приходя на любую работу, каждый сотрудник приносит резюме или его портфолио. А я вот открываю одно СМИ в портфолио, второе, в Беларуси все плохо, игры провели плохо, этот плохо, БГУ плохо, это вообще невозможно, это вообще... Смотрите, ведь всегда поделись улыбку своей, и тебе назад вернется, да, вот это мой посыл. И мне бы очень хотелось, чтобы вот я со своей стороны сегодня, насколько смогу, вот мы начали думать, экосистемная система, мы экосистема, нету отдельно айтишников, нету отдельно медиа, нет отдельно государства, нет отдельно каких-то других вещей, потому что мы все представляем собой государство, наш голос, то, что мы делаем, чего мы не делаем, мы ничего не делаем, мы наблюдаем, мы жалуемся, при этом нас не устраивает то, что делает кто-то другой. Мое понимание так. Не устраивает, предложил альтернативу. Критиковать можно, но я все-таки с какой-то конструктивной критикой. От медиа, может быть, Микола добавь, пожалуйста, насколько вообще реально вот сегодня в медиа, особенно в небольших медиа, вот взять компетенции и применить их. Во-первых, подпишусь под каждым словом того, что говорила Ирина, потому что это очень симпатичная вот такая вот методология, которую мы на самом деле используем. Мы, правда, используем методы вот этих малых проектных команд с четкими ролями прописанными, мы учим, учим друг друга, ловим эти конференции, проходим видеокурсы, там у нас сотрудники на этой, на Курсере и других этих видосах. Просто мы поняли, что учить невозможно насильно, но всячески пытаемся мотивировать народ, который у нас работает, мыслью о том, что это нужно не работодателю, это твоя карьера, ты будешь расти, и это срабатывает. Первый блок, как мне кажется, он, вот тот вот, где мы говорили о проблемах, он хорош не тем, что поныть и пожаловаться, да, и воспринимать это как нытье не надо, потому что если, ну вот вы знаете, есть такие дизайн-методы разработки продуктов разных новаций и так далее, да, и вот, например, ну представьте, это как в стенсорском методе, например, вот это вот исследование с поиском pain point, да, болевых точек заказчика, конечный заказчик медиа, да, у них эти боли есть, да, не всегда их удается победить вот так вот легко, да, просто горящими глазами, я со многим соглашусь, да, что говорили здесь, не соглашусь только вот с единственным определением по поводу местечковости, мне кажется, что это улетело давно там, в 90-е, начало 2000-х, здесь в этом зале я вижу издания, которые колбасят так, что будь здоров, что там не только местечковые, к ним, ну, если есть крайний антоним антиместечковых изданий, то вот это к ним, поэтому по мышлению, может быть это благодаря вот этой вот экосистеме, потому что влияют другие креативные индустрии на медиа, и медиа варится в этой каше благодаря таким вот организациям, как пресс-клуб, общаются в том числе там на ланч-медиа, на ланч-ми с другими там вот представителями других индустрий, с менторами, но издания очень сильно сейчас развиваются в медиа, несмотря на достаточно скудные ресурсы и рекламные, и другие. Отвечу очень быстро. Мы пошли по модели воспитания у себя, внутри, вот здесь Галина Малишевская, у меня запомнилась очень ее фраза, когда она сказала, что звезд брать не надо, чаще всего. Мы звезд иногда берем, но суперзвезд мы не берем, это точно. Мы берем людей, может быть, с малым опытом, но если мы видим большой потенциал и вот эти вот самые горящие глаза и учим. То есть человек, который учится сам, он учится не только для работодателя, он учится для того, чтобы развиваться сам, развивать свою карьеру. Ну а сейчас я бы очень хотела перейти на самом деле к блогу про контент, про его создание, как создавать продукт именно для конкретной аудитории, а не просто контент, сам по себе контент. И как сделать, например, вот этот продукт вединый настолько узнаваемым, чтобы, ну, есть ли такой какой-то приемчик общепотребительный, чтобы все посмотрели, сказали, а, так это контент вот этого издания. И я прошу тогда присоединиться Дмитрия и Евгения к обсуждению этого блога. Да, спасибо. Я тоже расскажу немножко про свой бэкграунд, потому что, ну, я недавно поменял работу, на самом деле до этого у меня был опыт шести лет работы в медиа, в том числе на позиции гендиректора такой компании Tiger Milk. Я думаю, слышали о такой. Это не совсем классические медиа, то есть это медиа в социальных сетях. Мы работали, правда, не с белорусским рынком, а в основном с русскоязычным. 50 миллионов аудитории было в различных проектах. Вот. И в чем, собственно, было ядро нашего бизнеса? В том, чтобы находить аудиторию и давать ей контент в различных соцсетях по-разному. И мы за счет этого смогли выстроить такую экосистему, когда контент не повторяется. Потому что для медиа очень часто, ну, сейчас уже к этому потихоньку приходит, но раньше я очень сильно наблюдал, особенно у новостных медиа, у классических, что все, вот есть статья на сайте, и ее просто надо распихать по соцсетям без какого-либо понимания, как это работает, какая там аудитория, кто там сидит. Это так не работает. И сейчас, ну, самое интересное, что те медиа, которые вовремя это подхватили, у них сейчас достаточно интересные цифры в соцсетях. И причем те, кто вот такую модель вообще использует, например, вот я всегда привожу в пример Кокобая, такого инфлюенсера нашего местного, у него как бы он начинал с сайта, с блога со своего. Но сейчас это блог, это так, для того, чтобы там какой-то серьезный контент иметь. Но в целом, то есть вся дистрибуция идет через соцсети, и причем у него реально, я подписан в разных каналах дистрибуции, там в Инстаграме, в Телеграме, там в Фейсбуке, на его личную страницу, и везде разный контент. И вот я хотел бы призвать всех обратить внимание как раз таки на это, что нужно знать аудиторию, но не ориентироваться на соцсеть, как на какой-то, на их показатели. То есть есть определенные стереотипы, но они работают иногда против нас. То есть вот все думают, в одноклассниках это сидят там старички, там сидят люди, там 60+, там не знаю. Нет, ну вот я был много раз в офисе Mail.ru, и… Они там не сидят, да. Но как бы… Нет, но на самом деле они давали какие-то инсайты по своей соцсети, давали внутреннюю статистику. То есть это в районе 30 лет люди. Ну и не только. Но на самом деле хорошая платежеспособная аудитория, просто больше региональная аудитория. Чем какой-то столичный там сидит. Вот современные медиа, которые работают в соцсетях, это суперинструмент дистрибуции. Потому что ты видишь все. Это не журнал, который вышел тиражом, который печатный. И ты не знаешь, продан он, не продан, там в каком количестве, на какой материал обратили внимание, на какой нет. Какая реклама сработала, какая нет. Тут есть полностью твоя целевая аудитория, геоданные, твои гендерные показатели, возраст, охват, каждая публикация даже отдельная. То есть куча бигдаты такой, ну если ее так можно грубо назвать, она не совсем биг, но дата. Ее можно анализировать и просто бить точечно в свою аудиторию. Поэтому если говорить про современные медиа, то это про анализ и про выводы из этого анализа и дальше уже креатив. Давайте я тоже расскажу о своем бэкграунде. Значит, 6 лет назад я был ютюбером, после чего мы в Медиакубе открыли многоканальную сеть YouTube. И занимаемся в основном UGC контентом, YouTube креаторов, монетизируемых, распространяем на разные платформы. И почему недавно мы очень стали близки в том числе к производству контента, потому что логичным шагом стало расширение нашей деятельности не только по управлению объектами авторского права, но еще и производство своего собственного контента. И тут наш опыт в области создания контента на YouTube, особенно в подборе команды, заключается в том, что мы нашли хороших людей, которые бы могли стать изначально ютюберами, но ими не стали, потому что не сошлись звезды. Например, человек гениально придумывает креативы, но он просто не способен себя заставлять работать в одиночку. Или, например, человек божественно умеет анализировать информацию, он знает, какие инсайты существуют на том же YouTube, но не способен производить классный контент. И собрав, казалось бы, команду новичков, это в основном ребята по 20 лет, которые просто были в теме одной социальной сети, мы очень быстро начали создавать контент свой уже собственный, который начинает быть востребованным. И на самом деле это было даже небольшой вызов освоить свое собственное производство. Да, мы знали площадку, на которой работали, но даже если это очень молодые ребята, даже если у них нет опыта работы, если они, ну, что-то, можно говорить, не до конца образованы, все эти проблемы решаются буквально из новичка в хорошего специалиста, я считаю, можно сделать за несколько месяцев, если речь идет о social media. Вы, как руководитель в компании, вы должны то, о чем говорила Ирина, четко построить процессы, опираться на какую-то методологию, которая уже давно придумана, это первое. Во-вторых, у вас должен быть классно прописанный хэндбук, чтобы человек, приходя на работу, он абсолютно точно знал, где ему посмотреть свой круг обязанностей, где ему научиться чему-то новому, и, ну, казалось бы, это очень похоже на бюрократию с, там, какими-то внутренними документами, директивами, работая в компании, в которой уже больше ста человек, хэндбук решает 80% вопросов, которые у сотрудников могут возникать, и очень-очень быстро ускоряет работу над буквально любым проектом. Я хочу вот сейчас поплюсовать от себя лично от пресс-клуба Евгению, потому что мы, как организация, тоже ведем массу проектов, и на каждой из них у нас тоже определенные команды, и протоколы действий, и все остальное. Это действительно весит только с самого начала, потом это значительно облегчает работу. Когда в любом деле, когда любое начинание имеет ответственного человека, имеет контролирующего человека, когда оно имеет команду, у которой четко поставлены цели, здесь проблем нет. Наше стремление главное это максимально диверсифицироваться и уйти от старой модели монетизации, потому что когда ты сидишь на одном источнике денег, я думаю, это знакомо для любого бизнеса, особенно в медиа, это понятно рекламные деньги, то это огромные риски. Как только ты начинаешь продавать свой контент, например, тем же читателям или любой другой метод монетизации, который может быть, твоей компании становятся всегда сразу же веселее, интереснее и спокойнее, намного спокойнее. Спасибо большое. Что-то еще было, я видела желание добавить. Давайте мы тогда совместим со следующим блоком и перейдем постепенно к монетизации. Те кейсы успешные, которые я видела и сейчас которые работают в основном, те кейсы, когда медиа входит в комплекс какого-то бизнеса, когда есть кластер разных подписов у собственника и медиа один из них. Он помогает продвигать какие-то другие бизнесы и есть прибыль из других проектов и вкладывается на развитие этого медиа. Замечательный пример «зубр капитал». Пожалуйста, инвестиционный портфель из разных проектов медиа-кьюб один из них. То есть когда медиа становится одним из них. Если говорить о монетизации контента, опять, я не в жизни поверю только в монетизацию только контента. Это опять-таки система работы, экосистема продуктов, этот контент куда-то встраивается, должны быть каналы, должны быть клиенты, подписчики и вся остальная работа, о которой говорил Сергей, слово ретрансляция. И да, сегодня нравится или не нравится, да, дистрибутся, сори, и да, сегодня нравится не нравится. Сегодня бренды и личные бренды некоторых людей становятся альтернативами СМИ. Сегодня многие ведут просто свою страничку в Фейсбуке, и Фейсбук сегодня такой инструмент, который позволяет не иметь сайта, продавать какие-то, допустим, свои проекты, продукты, сервисы и услуги, и бизнес, и внутри, скажем, подразделения, пиар-отдел, либо маркетологи сегодня в какой-то степени, они, наверное, конкурируют с медиа, потому что они сами производят контент на западный рынок, пишут разные тексты, проводят интервью и так далее. Говоря о сайте Фейсбуке, например, у меня нет своего сайта, и никогда не нужен, мне не нужен, вся моя аудитория находится в Фейсбуке, это бизнес-сообщество, IT, и прекрасно я продвигаю свои какие-то предложения в рамках своей странички, говоря просто о каких-то экспертных вещах. Значит ли это, что в Фейсбук тебе нравится универсальному медиа? Нет, я скажу, что в любом случае есть такое понятие, как интегрированная маркетинговая коммуникация. Это когда не растопырка, то есть сайт об одном, соцсеть о другом, вы как личность о третьем, а когда все работает в единой сплоченной системе на какую-то цель, которую вы перед собой ставите. Если цели нет, то что бы вы там ни делали, как вы там делаете, вы не знаете своих метрик успеха, то что бы вы ни делали, все будет не то. Это прямо в этом мега-тема, KPI, ключевые показатели эффективности в СМИ, и это вообще на целый день можно засесть. Поэтому монетизации, если некоторые СМИ даже больше страшны, не ставят себе целью монетизации, и так далее. То есть нет цели, нет результата. Результат должен быть измерим. Либо ценностно, либо как-то с точки зрения денег. Спасибо большое. Я вынуждена закончить на самом деле эту дискуссию, эту панель. Огромное спасибо всем, кто пришел и поучаствовал.